МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Легендарная Фаина Раневская. Она говорила, что в одних людях живут ангелы, в других людях живут дьяволы, а в третьих людях живут только глисты. За что ее боялись коллеги? И она на весь театр говорит, что это за чудовище? Правда ли она была так, а странный язык? Теперь уже никто разобраться не может, где легенда, где не легенда. Почему Раневская так и не вышла замуж? У нее же был какой-то долгий продолжительный роман с маршалом. И кто мог скрасить ее одиночество? Я сейчас люблю другую женщину. Она говорит, кого из наших? Я никому не скажу. Я сделал паузу и сказал, вас. Надеюсь, Фрайкенбок, вы любите детей, да? А как вам сказать? Безумно. Фаину Раневскую можно узнать не только по голосу, но и по хлесткому юмору, граничащему с сарказмом. Непонятно, то ли она шутит, то ли говорит серьезно. Фаинберна, а почему вы кочевали из театра в театр? Искала святое искусство. Нашли? Да. В Третьякопской галереях. Она говорила, что в одних людях живут ангелы, в других людях живут дьяволы, а в третьих людях живут только глисты. Это самая мягкая из того, что я могу сейчас воспроизвести. Да. Красота – это страшная сила. Пронес столько всяких легенд, что она упала, и оттуда, говорит, поднимите старуху, такие артисты на дороге не валяются. Но теперь уже никто разобраться не может, где легенда, где не легенда. Не то она, не то ее, не то у нее, не то ей. Почему я все должна сама делать? Работаю как лошадь. Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, воспрашиваю, упрашиваю, очаровываю. Мы привыкли восхищаться Фаиной Раневской. Ее называют одной из лучших актрис столетия. Но как к Раневской относились ее коллеги? Правда ли, что многие в театре ее попросту боялись? Вы кто такой? Вы почему позволили себе орать? А? Не волнуйтесь, достопочтенная паня. А то у вас сделается разрыв сердца и лопнут глаза. Вон! А у меня с ней не складывалось. Я думаю, ну как вот, как ее на место поставить? Я решил ее пугнуть, эмоционально на нее воздействовать. И там сцена такая, значит, она говорит, послушай-ка, ты победитель. Я говорю, погоди, не мешай, у меня фантазия разыгрывается. Говорит какую-то фразу, на что я говорю, ну что еще-то. И я вот это, ну что еще, я развернулся для нее совершенно неожиданно, схватил ее за кофточку, за грудки, и так ее тряханул, и как на всю сцену рявкнул на весь зал. Она как-то опешила и говорит, Женечка. И с тех пор у нас было с ней абсолютное взаимопонимание. Мой расчет оказался верным. Война Раневская не так часто снималась на телевидении. Это все, что осталось в память об актрисе. На экране она чуткая и добрая. И желаю вам и вашему сынишке всякого благополучия. Вы тоже, дорогая, целую вас. Но вот Раневская положила трубку. Если бы я знала, кто это, между прочим. Необъяснимый поступок. Неужели Фаина Георгиевна лишь хотела казаться чуткой, тонкой и доброй? Неужели она так мечтала, чтобы ее полюбили, и ради этого на многое была готова? Почему мало кто любил ее искренне? И кто обрек Раневскую на мучительное одиночество? Обо всем этом сегодня. Фильм «Подкидыш» стал историческим для многих артистов. Он прославил Ирину Зеленую. В 57-й квартире старушка одна тоже зашла. Попить воды попросила. Попила воды. Потом хватились, а пианины нет. Он сделал популярным Ростислава Плята. Мы, геологи, мы изучаем основные подразделения ТОЩ, которые слагают земную кору. И, конечно, Фаину Раневскую. Яречка, я тебя прошу, вернемся назад, отведем девочку в милицию. Муля, не нервируй меня. Мало кто знает, что на этих кадрах еще один очень известный в будущем артист. Это Олег Басилашвили. И ему всего три года. Ну, какая киноработа. Там где-то мелькнул. Мы гуляли по чистым прудам. Там снимали этот подкидыш. Снимали они, как мы катались, там чего-то изображали. Плохо помню уже. Фильм о девочке, которая потерялась в городе, неожиданно стал очень популярным. Во многом благодаря Фаине Раневской. 2,54, 5. Нет, мне мотив не нравится. А вот еще у вас есть труба. Гражданка, это же вам не подходит. Я сама знаю, что мне подходит. Вот это именно то, что мне надо. Она была великая характерная актриса. Она могла сыграть кого угодно, что угодно. Трость могла сыграть, зонтик. Это не важно. Тумбочку. Это не важно совершенно. Ей предлагали всегда такие острохарактерные эпизоды. Или роли второго плана. Поскольку она не была наделена внешностью героини. Кошечка моя, мы найдем другую деточку. Нет, Боля, нет. Такую не найдем. Однако на судьбу Фаины Раневской подкидыш повлиял не только внезапной популярностью. Фильм как будто предсказал всю ее жизнь. Раневская точно так же, как и Юляля, будет крайне эксцентрична. И все время будет пытаться обрести семью. Но она как будто ускользает от актрисы. Возьмите обратно. По слухам, у нее же был какой-то долгий продолжительный роман с маршалом. А потом она влюблялась. При виде Качалова она падала в обморок. Это была ее такая долгая, постоянная любовь. У меня есть к вам один деловой вопрос. Вы когда-нибудь сгорали от любви? Она страдала явно от того, что у нее не было детей. Она хотела, чтобы был внук такой. Она со мной занималась, читала мне какие-то ее чудные импровизации. Это были так называемые стихи сумасшедших. Это что-то потрясающее. Вот и мужа нет. Вешалку пришить некому. Фаина Раневская ни разу не выйдет замуж. Она будет жить у своей учительницы, актрисы Павлы Вульф. Внука Павла Леонтьевны она будет называть своим. А под конец жизни, когда останется наедине с собственным характером и недугами, Раневская подберет собаку. Она назовет пса мальчиком и будет следить, кого ее подопечный принял, а кого нет. Каждый раз, когда к ней домой на репетицию приходили актеры, мальчик нес свою службу. И вдруг в момент наших репетиций, наших слов, раздался лай. Пришел мальчик. И она сказала, не бойтесь, это мальчик, это очень милый пес, добрый. Не волнуйтесь, он никого вас не обидит. Он лает только на очень плохих людей. И входит мальчик. И все застыли, потому что, если мальчик на кого-то залаял, значит, клеймо Ранецкое, что ты плохой человек, и это тавро будет преследовать тебя несколько лет. Он смотрел в глаза. Потом перевел на следующего. Он всех обошел, и каждый, кому он смотрел, замирал. У него были мокрые парки от страху. И каждый говорил, мальчик, не залай. Где ты был? В лесу. Что ты там делал? А я хотел сразиться с бешеным медведем. Зачем? Ну, чтобы отдохнуть от домашних дел, дорогая. Посмотри мне в глаза. Посмотри мне в глаза. Почему судьба обрекла знаменитую актрису на одиночество? Пыталась ли она стать счастливой? И что ей помешало? Обо всем этом совсем скоро. Смотрите далее. Неожиданные подробности из жизни Фаины Раневской. И подписано, фуфин жених. И тут написано, это фуфа в молодости. Когда она бегала и гуляла, как куська. Почему легендарная артистка так и не вышла замуж? В десять он валивается пьяный, с какой-то бабой. Какой Раневская была хозяйкой? Так может жить захудалый бухгалтер. С кем у нее были конфликты в театре? Ну, это уже закидано чистой воды. И почему с ней боялись иметь дело? И она на весь театр говорит, боже мой, значит, что это за чудовище? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Одна из них идет в Москве. Она о ее последних днях. Роль Фаины Георгиевны исполняет Галина Коншина. Я как Фаина Георгиевна неудобна для режиссеров. Я все время со своими садиками. Ну, как это, Лев Павлович говорит, опять добавила Галина Коншина готовилась к роли. Она много знает про Раневскую. Галя, Галя, а вот между нами ты сам Фаина Георгиевна видела? А как же? Я жила на улице Горького. Окна моего дома выходили в сад-аквариум. Что такое? Да. Справа была стена театра Сатиры, слева служебный вход Моссовета. Это дом, где жила Лена Майора Васильевна. Да, я знаю. Вот в этом доме я жила. Естественно, что я посмотрела все. И шторм со знаменитой Манькой Спекулянкой. Шогрите. 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 Гиняемая вообще. Да. Семейное положение. Шогрите. Муж, говорю, есть? Не, я баришня. И, естественно, дальше тишина. Сплята. Сплята. Ой, вообще прям. Люсь, тебе надо что-то выпить. Да, лимонад, пожалуйста. Нет. Ужасно хочу пить. Нет. Дамы теперь пьют. Дамы пьют. Вот бесстыдницы какие. Сегодня Галина Коншина жалеет, что постеснялась подойти к Раневской. Я ходила, смотрела, плакала на этом спектакле. Дальше тишина. Хотя сама она почему-то вот, ну, так поругивала и Фроса, который поставил этот спектакль. Даже в последнем интервью с Крымовой. О, она не поругивала. Да, она не поругивала. Это тоже ее характерная черточка. Знаете, как я вас люблю. Паразитка такая. Ой, Господи, нервы, нервы никуда. Неизвестно, как Фаина Раневская отреагировала бы на поклонницу. Она была весьма эксцентрична. И, возможно, объяснение ее характеру кроется в тайне юности. Изабелла была красавицей, брат был красавицей. И отец вслух горевал. Она однажды услыхала разговор его с матерью. Боже мой, кому она такая нужна? Еще и заикается. Фаина Раневская выросла в состоятельной семье. В родном Таганроге Гирше Фельдману принадлежал целый особняк. О себе говорила я дочь небогатого нефтепромышленника. Это было очень смешно, что небогатый. Это был средней руке купец. И, наверное, если бы не имя Фаины Григорьевны Раневской, ставшая известным и любимым во всей стране, то в Таганроге он бы стоял в одном ряду со многими-многими купцами. Сегодня здесь собираются сделать музей Фаины Раневской. Музей хотели открыть в городе Таганроге еще начиная с 80-х годов. Но, к сожалению, почему-то не получалось. Мы обратились к администрации города Таганрога, чтобы нам помогли с расселением. В конечном итоге мы все-таки справились с этой задачей. Дом на сегодняшний день находится в собственности фонда. И в дальнейшем мы планируем передачу этого дома в Министерство культуры Ростовской области для организации музея Фаины Раневской в городе Таганроге. Именно с этим домом связана та самая тайна, которую актриса хранила почти до самой старости. Ее знали только очень близкие. Как и то, что Раневская – ее псевдоним. Домашние же звали ее не Фаина, а Фуфа. Открывали памятник ей, цветов было много, а потом пришли и увидели там один бомж, что все эти цветы, которые залагали, он их стащил и продавал эти цветы. А ее же Фуфа звали. В Таганроге тоже некоторые знали вот это ее Фуфа. Милиционер какой-то сказал этому бомжу, верни Фуфе цветы, он вернул. Прозвище появилось у Раневской случайно. Когда Фаина курила, заснула с папиросой в руках, и задымился матрас, одеяло, началась паника, погасили все это дело, но дыма было много, и мне было два с половиной года. И я это назвал Фуфа-Фуфа. Потом сопровождал ее и во всех театрах, и везде она была Фуфа. Почти всю жизнь Фаина Раневская прожила у своей учительницы, актрисы Павлы Вульф. Именно она разглядела в Раневской дар. Пришла просто в номер Раневская и попросила ее послушать, послушать ее стихи, отрывки и так далее. Павлу Ленину все это понравилось. И она по традиции, которая существовала тогда, брать талантливых людей в семью свою. И вот так произошло с Раневской. Она осталась в семье Павла Ленину Вульфа. Работала она очень много, объездила почти всю страну вместе с Павлой Вульф, которую она называла второй мамой и великой актрисой. Я никогда не была красива, но я всегда была чертовски мила. Раневской с детства хотелось быть артисткой. Но она никогда в жизни не поверила бы в себя, если бы в нее не поверила Павла Вульф. У Фаины Раневской не очень подходящая для актрисы внешность, крайняя стеснительность и небольшой дефект речи. Она в детстве очень сильно заикалась после одной истории, когда ее привели в зоопарк, и какой-то мальчик у нее на глазах ткнул в глаз дельфину. И потекла кровь, и она после этой истории стала заикаться в детстве. К тому же у нее нет денег, чтобы поехать учиться. Она больше не девочка из состоятельной семьи. 1917 год уравнял всех. Позвольте, насколько я помню, революция уже была зимой. Кто была буржуйская, а это пролетарская. Как вы сказали? Пролетарская. Какая бестакность, какая распущенность. Две революции в один год. Пока Раневская окончательно не осела в Москве, она успела поработать на сцене в Ростове-на-Дону, Керчи, Феодосии, Симферополе, Баку, Архангельске, Смоленске. Внук Павла Вольф утверждал, что и личная жизнь Фаины Раневской была так же разнообразна, как ее приключения в театре. Вот это она посвятила своей фигуре. Фаина Герни изобразила себя и своего жениха. Вот он так нарисован тут. И подписано «Фуфин – жених». И тут написано «Это фуфа в молодости, когда она бегала и гуляла, как куська». Она была очень увлекающейся натурой. Ну, так проскальзывает в каких-то ее записках. Ну, все-таки это ее крылатые выражения. В молодости только и думала о любви. А сейчас я люблю только думать. 19-летняя еврейская девочка, воспитанная по каким-то определенным канонам, однажды была ранена в самое сердце. Был такой герой-любовник в театре, Плющилин, как она говорит о нем. А тогда я рядом стоять не мечтал. И вдруг он подходит ко мне, обволакивая своим баритоном и говорит, «Деточка, вы ведь живете рядом с театром, а я к вам приду сегодня вечером. Всем ждите». Она, она занимала денег, накрыла стол, нарядилась, намазалась и была готова избавиться от своей ненавистной девственности. Немедленно в прихожей ждет. Семь, восемь, девять. В десять он вваливается пьяный с какой-то бабой и говорит, «Деточка, пойдите погуляйте, где же часика два. Вот так плюнуть в душу 19-летней еврейской девочке – это навсегда». «Я не хочу с вами разговаривать. Я вас привираю». «Меня уволили из ученых, но не выгоняйте меня из своего сердца. Умоляюсь». Сама Раневская не раз признавалась, что была влюблена в Василия Качалова. Но Качалов не свободен, хоть и симпатизировал Фаине Георгиевне. Их знакомство со временем превратилось в крепкую дружбу. «Хотел Качалов однажды ее сосватать в Амхат. Привел ее, значит, на показ к Немировичу Данченкову, который, по сути-то, и был главным мотором, если кого-то брали в труппу. Она была так взволнована этой возможностью попасть в Амхат, потому что она понимала, что такое Московский художественный театр, что называла его не Владимиром Ивановичем, а Федором Игнатьевичем, Петром Сергеевичем. Все время путала фамилию и так напугала мэтра нашего искусства, что он потом сказал Качалову, «Василий Иванович, она сумасшедшая». «Что с вами?» «Ничего особенного. Я сошла с ума». Почему Раневская себя так странно вела? Порой она просто шокировала окружающих. Что-то стали говорить о женщинах, о первой брачной ночи, и она сказала, «Да, у меня была первая брачная ночь». Я так кричала, что прибежал в городовой. Вот то, что хотела, то и говорила. А потом, когда одинокий человек, живет в мире книг, ее же окружали, как она говорит у меня в спектакле, когда ей раздается звонок из театра, она собирается прийти ее навестить, она говорит, «Боже мой, меня еще хотят». «Приходите, пожалуйста, голубчик, но учтите, я могу быть не одна. Я к старости стала очень медленной, и меня в постели ждут потрясающие мужчины. Как это какие? Пушкин и Станиславский». Мне как-то говорит, «Женя, вы любили когда-нибудь?» Я говорю, «любил Фаэнген». Она говорит, «И чем кончился?» Я говорю, «Женился». Она говорит, «А сейчас, а сейчас?» Я говорю, «А сейчас?» Я говорю, «Я не хочу на эту тему говорить». «А что такое?» Я говорю, «Ну, я сейчас люблю другую женщину». Она говорит, «Кого из наших?» «Я никому не скажу». Я говорю, сделал паузу и сказал, «Вас». И она сказала, «Шелунишка». Но иногда Раневская бывала серьезной. Мы как-то у нее спросили, «Фаэнген, ну вот расскажите, ну вот у вас были романы?» Она сказала, «Да». Он был очень хорошим комическим актером. Мы сидели друг против друга, я посмотрела на него и подумала, «Нет, два комика в одном помещении и в одной жизни – это невозможно». «Девица с приданным очень хочет выйти замуж. Согласна на любой возраст и наружность, кроме прокаженных и сумасшедших. Лишь бы были деньги». «Так не пишут. Так, конечно, не пишут. Так думают, милые мои». Раневской очень хотелось семью. С этим связана ее главная тайна. Она будет опекать сначала дочь своей учительницы, а потом и ее внука. «Мы поехали в 65-м году в Соловки. Приехали мы вечером в Кеме. Надо было переночевать. А там все закрыто. И мы стучим в гостиницу, значит, нам не открывают. А потом открыли и, значит, там вручили телеграмму. Прошу дать подробное освещение пребывания моего внука Сеглова, такого-то, народной артистки, сэра Раневской. Представляете? Она пыталась мне помочь таким способом». «Ты ей железо привезла». «Ну да. А разве не надо? Да что ты меня путаешь, Елена? Железо для сварных баков. Только сварщиков у меня нету. Сама доставай. Я вам не нянька». Даже когда Фаина Георгиевна вынуждена была переехать на новую квартиру, она не оставляла Алексея ни на день. «Эрзац внук» она его называла. Очень деликатный, ну чудесный. Ой, какой же милый был человек. Какой культуры. Известный архитектор. У него были награды свои. «Она придумала различные поводы для того, чтобы я чаще приходил. Была книжка такая с Артера. И вот она просила эту книжку принести ей. Она звонит. У меня тут сидит специалист про Сартеру. Я хочу ему показать ее. Поделиться. Это редкая книжка у нас. Она не издавалась. То же самое было про Модельяне. Вот посмотри на эту красоту. Нет, ты только посмотри. Это же не курица. Это же... Это же Уланова. Но почему актриса сама не родила ребенка? Почему ей не удалось создать семью? Фаина Раневская пережила революцию, гражданскую войну, ТИФ, зверство террора. Если бы не хороший друг Павла Вульф, Максимилиан Волошин, актрисы погибли бы от голода. Может, испытаний оказалось слишком много. Фаина Георгиевна был, конечно, фантастический, божий дар. Гениальной актрисы. И, знаете, это... Когда не видно швов в роли, когда не видно, как это делается, когда ты не понимаешь, как это может быть. Знаете, я думаю, что нужно было, наверное, столько страдать все-таки в жизни, чтобы так играть. Быть сильно недолюбленной все-таки, чтобы понимать, насколько велика сила любви. Повторите, пожалуйста, у меня появится склероз. Вы, моя родная тетя, приехали из Киева. Вы можете сыграть мою тетю? Товарищ Бочке, ну, вы знаете, как я к вам отношусь? Я для вас могу сыграть хоть Анну Каренину. Не хуже любой народной артистке, честное слово. А может, выйти замуж Раневский помешал склочный характер и острый язык? Ведь семья – это всегда компромисс. А умела ли его искать Фаина Раневская? Про дну очень интересная книжка сказала. Если бы талант ее был равен, она была бы Чарли Чаплином. Когда я там, скажем, спрашивали, Фаина Георгиевна, вы футбол смотрели? Я футбол? Чтобы я смотрела, как эти 22 мужика гоняют мяч, и ноги у всех кривые, как у Морецкой. Ну как, кто это еще себе мог в публичном пространстве позволить? Ну, какая вы красавица! Ну, богиня, королевна! Прямо вы знаете, кто вы? Вы знаете, кто вы? Кто? Вы и нервы на лестнице! Цеплялась Раневская и к режиссерам. Больше всего – к руководителю театра массовета Юрию Завадскому. Там какие-то личные такие обиды. Это как вот бывает муж и жена, которые живут много лет, потронивают друг над другом. Даже вот когда ее спрашивали, ну почему вот у вас сейчас-то вот здесь-то висит портрет его? Вы же… Она говорит, так я и здесь с ним ругаюсь. Вот мучной червь она его называла. Мучной, белый, значит, вот. Потом вытянутый лилипут. В тулупе родился. Не в рубашке, как говорят, в тулупе. То есть такой баловень судьбы так влетела в обстоятельства, что ну уж просто вот так получила от власти, от государства, от жизни, от всего. Она была очень взыскательна, как настоящий художник. Очень ссорилась с режиссерами всегда. Ну, наверное, потому что она была такой большой, грандиожной личностью, что ссорилась с Савадским, потом мирилась, ссорилась с Эфросом, который ставил. Да совсем не ссорилась. Жалко, королевства маловато. Разгуляться мне негде. Ничего. Я поссорю с соседями. Это я умею. Раневская привыкла участвовать в своих ролях. Например, в «Золушке» она придумала почти все. Но не только это ее секрет. Помоги, Анне. Ни за что. Здесь Фаина Раневская немного изменила себе черты лица. Она скатала несколько ватных шариков и положила их себе за щеки. Я вам буду очень благодарна. Ну, вы понимаете меня? Я золочу. Но, может, именно это и помешало Фаине Раневской сыграть больше. Почему-то ее единственная драматическая роль в картине «Мечта» не сделала ее мечтой десятков режиссеров. Ну, хорошо. Тогда объясни мне, ты, инженер, зачем пропала моя жизнь? Объясни, потому что я не такая грамотная, как ты. Я сама понять этого не могу. Я не вернусь никогда. Режиссерам не нужны были ни ее драматизм, ни ее идеи. Всех интересовала другая Раневская. Вот такая. Ох, как тебя, Апиминон Максимович. Еще и дня нет, как женился. А уж замучил ты и меня, и Дашеньку своими разговорами. Нудный ты. Ох, нудный. Вероятно, поэтому Раневская, которую боготворят миллионы, на самом деле снялась всего в 26 фильмах. Ее надо было уговорить на съемку. Денежный вариант для нее был второстепенный. Она не могла обмануть ожидания зрителя. И она всегда играла на пределе возможностей. Смотрите далее. Новый фаворит Фаины Раневской. Мальчик мой, нельзя же так. Вся правда о ее характере. Дальше не Аленича пошел, и дальше та-та-та-та-там. Что за конфликт она даже не пыталась погасить? Ну, южки не такого дарования, как она. И что за тайну она скрывала всю жизнь? Ну, нам удалось установить, что это произошло не позднее октября, октября 1919 года. А вы мне понравились. Вы очень эмоционально пели. Я ведь тоже пою дома. У вас мяться. И в пламени моей безумной страсти я вся сгорю, сгорю, как мотылек. До свидания. Может, Фаина Раневская совершила роковую ошибку, и ей надо было перейти на эстраду. Если бы она была более расчетливой, то стала бы лучшей эстрадной артисткой 50-х, 60-х и 70-х. Но деньги для Фаины Георгиевны не значили ничего. Обожаю Чехова. Вот потому что я видел, как она живет, я понял, что... Ну, так я не знаю, так может жить захудалый бухгалтер в какой-нибудь уже разоряющейся фирме. Понимаете? Это... Или там какая-нибудь служащая какая-нибудь... Ну, вот этот продавленный диван, пол, обои. Да она не думала об этом. Кроме того, Фаина Георгиевна часто делала молодым подарки. Она могла отдать все, что угодно. Может, так она не только проявляла свою симпатию, а пыталась заслужить любовь коллег. Я хочу по-дружески с тобой поговорить. Я очень тебя люблю, ты знаешь это, да. Да, понимаешь, у тебя мозги куриные. Вот. Что-то не то, я говорю. У отца были... Был непростой период в его жизни. Он был очень недовольен своим положением в театре. И у него были, так скажем, да, нарушения дисциплинарные. И вот, значит, что якобы Раневская, которая очень редко появлялась в театре, подошла к доске приказов. Театр и читает, значит, там приказ, значит, за, там, срыв репетиции спектакля артисту Высоцкому объявить выговор. Следующий приказ, там, за недостойное поведение и грубое, там, обращение с режиссером, там, во время репетиции, значит, артисту Высоцкому объявить выговор. И несколько, значит, приказов, в которых, значит, фигурирует артист Высоцкий. И она на весь театр говорит, боже мой, значит, что это за чудовище? А рядом стоял отец, невысокий достаточно, да, и он говорит, Фаин Георгиевна, это я. И что якобы она повернулась и ему сказала, мальчик мой, нельзя же так, берегите себя. Она называла мальчик мой Станиславского, по-моему, свою собаку и Пушкина, по-моему. Вот, и, значит, что вот она называла его мальчик мой, это вот как орден. Она порой с такой радостью давала автографы, что было очевидно, Фаина Раневская очень нуждается во внимании. И я говорю, я так хочу подписать автограф. Я говорю, ну, как-то войти, она там настраивается разрушить мир. А была Чернова такая актриса с таким вот носиком. Она говорит, Леня, давай я тебе помогу. Я говорю, я тебе буду очень признателен. Она взяла эту фотографию и пошла в гримерную, постучалась, Фаина ее пустила, побыла какое-то время, вышла и показывает мне, говорит, вот, Леня, смотри, она хотела подписать, вот даже следы есть, авторучкой, хотела. Но глянец фотографии не позволял Пасте зафиксироваться. И тогда она губной помадой написала «Милому Ленечке с добрыми пожеланиями Раневская». В последние годы она все больше нуждалась во внимании. Раневская плохо себя чувствует и давно перестала держать текст. В спектакле «Дальше тишина» она все больше путает слова. Ну, извини меня, пожалуйста. Как нехорошо получилось. Я хотела сама, вот видишь, а ты, а ты побеспокоилась, а мне это неприятно. Вот. На заре Яролаша, когда нас практически никто не знал, нужно было снять историю, в которой действует бабушка. Я, как человек, по тем временам, совсем нахальный, ни больше, ни меньше, как пузырь, Фаине Георгиевне. Это было утром. Тогда было принято с 10 утра звонить. Уже можно было. Пять гудков, шесть, семь. Я думаю, ну, пожилой человек пока надойдет. Дальше не Алёньчев пошел и дальше та-та-та-та-там. Матери. И тут же короткие гудки. Ну, я, так сказать, в своем нахажстве, значит, еще раз позвонил. Попозже. Алё! Фаина Георгиевна, вот та-та-та-та-киностудия Горького, мы, вы, там, та-та-та-та-та. Она говорит, ну, я ничего не понимаю. Придешь ко мне в театр, расскажешь. А это не ты мне звонил? Я говорю, да вы что вы, что вы? Какой-то та-та-там. Позвонил, разбудил старуху, а? Нет, ну, куда этот гад делся? Значит, я прихожу к ней. Она уже, так сказать, совсем на излете. И она говорит, долго слушал, что я пытался его говорить, она говорит, мальчик мой, наверное, я снимусь еще раз в кино. Но это будет моя лебединая песня. Мне стало неловко. Я извинился и ушел. В 78-м в театр Моссовета придет артист Сергей Юрский. Через год ему доверят поставить спектакль, в который он пригласит Раневскую. Фаина Георгиевна отозвалась с восторгом. Но потом ее словно подменили. Доброй-то я всегда была. А ума в себе прежде что-то не замечал. А теперь выходит, что в доме я умнее всех. И вот уже, когда Юрский писал, как он с ней работал, это иногда уже даже не очень приятно читать, но он ей тоже это прощал, зная, что, во-первых, она все равно здесь, если она сыграет, то это будет невероятное украшение спектакля. Во-вторых, он был просто к этому готов. Но когда читаешь об их взаимоотношениях, не знаю, может быть, если Бебел на его месте, я бы отказался работать с такой актрисой, потому что, ну, это уже закидоны чистой воды были. Ну, Юрский не такого дарования, как она. Это же, знаете, это как собаки. Вот две собаки, большая, маленькая, вот они друг друга обнюхивают, тявкают. И вот Фаин Георгиевне нужно было, чтобы ты ей зубы показал. Она слабых не уважала. А Юрский, значит, у нее не тот был подход к ней. Одну минутку, пардон, пардон, что случилось с Косюмом? Это первый случай брака в нашей фирме. И последний. Фирма закрывается навсегда. Раневская могла сорваться на гримера или ассистента. А потом, как ни в чем не бывало, улыбаться им в лицо. Наверное, это уже не только дурной характер, а скорее слабое здоровье. Ведь когда человек серьезно болен, он часто сердится. Когда мы играли дальше в тишину, она заболела и лежала в больнице. Она мне пишет письмо, у меня, кстати, есть эти письма. Так что, Юрочка, кончаю писать, потому что вы понимаете, что пишу не сама. Диктую женщине, которая согласилась написать за меня. Но больше уже не могу, потому что от количества лекарств у меня такое ощущение, что я одолжила голову какой-то старой идиотке. Коллеги вспоминают, в последние годы у Раневской было много страхов. Так, например, она боялась ездить на метро. Кроме того, актриса переживала, что сама отпустила внука в горячую точку и больше его не увидит. Предлагаю замечательные условия «Но Афганистан». Кабул. Я к Фаине. Маму уже не было давно. Она говорит, «Ну, если там будет лучше, поезжай». И вот поехал. И снова полетели письма. Алексей Щеглов догадывался, как скучает по нему его фуфа. Приходили открытки от Раневской каждую пятницу, но один раз в неделю. И в этих открытках она откровенно просила скорее вернуться. Скучаю, целую, иду. Почему иду? Странно, что Алексей не послушал Фаину Георгиевну, ведь он знал ее тайну. Фактически Раневская променяла собственную семью на сцену. Семья требовала, чтобы она поехала вместе. А про актрису, про театр, про садическую деятельность, они знать не хотели. На своем теплоходе они уплыли в Америку, а Фаина отказалась, потому что, как она говорит, дернула податься в артистки. А так она могла бы жить так же, как ее родственники и в Румынии, и в Париже. Дата отъезда семьи Фельдмана не была известна. Называли 17-18 год эмиграции их в Румынию. Но нам удалось установить, что это произошло не позднее октября 1919 года, потому что в Ростовском архиве были обнаружены документы, выписанный штраф на святой Николай 4 октября 1919 19-го года. сестра иностранцем иностранцем иностранцем. И все все это имело неположительное влияние на нашу жизнь. И подъезжая к высотке, она сказала, да, хороший у тебя дом. Но оказавшись в ее квартире, она сказала, это что, все? А за что тебя так наказали? Оказалось, сестра Фаина Раневской тоже обладает семейным чувством юмора. Фаина, я поняла, ты просто плохая артистка. Изабелла и Фаина подтрунивали друг над другом. Но скоро Раневская вновь осиротеет. Сестра сгорит от рака. Фаина Георгиевна будет рядом до последнего дня. Где же обещанные вам счастья? Простите, Павел Васильевич, этот момент у меня личный биографический. Последние месяцы самой Фаины Георгиевны скрасит ее любимый пес. Но теперь у нее новый страх. Раневская боится, что мальчик после ее смерти вновь окажется на улице. И проводил он ее в путь. Мы несли гроб за городом на хороших автобусах на двух. И там люди были такие известные. Мы привезли в крематорий не в такой, где сжигают всех смертных, огромный крематорий в белом мраморе. Все это было прям, ну, я не знаю, как дворец. Поставили гроб. И звучала музыка, что-то говорили. И мальчик стоял с какой-то женщиной, которая явно с ним иногда выгуливала. Все. И он делал так. он так трясся, что у меня прям сердце задохнулось. Он понимал, что все. Она ушла за неделю до нашего отпуска, когда мы должны были приехать. Мы успели проститься с ней уже на кладбище. Раневская так и не поняла, почему судьба была к ней так сурова. К одиночеству можно привыкнуть, но вряд ли кто-то способен им наслаждаться. В последние годы Фаина Георгиевна писала воспоминания. С ее хлестким языком мемуары были бы одной из самых популярных книг СССР. Но внезапно Раневская сожгла написанное. Что именно она пыталась скрыть? Неужели сердечные тайны? Или просто когда она начала излагать факты на бумаге, то стало очевидно, ее жизнь оказалась совсем не такой, какую она заслужила. Не о мечтах. Ведь читатель, как и зритель, хочет смеяться, а не плакать. Вопросов больше нет? Смотрите, какой вы интересный. М-м-м.